Друзья, возвращаемся на вторую карту, дружочки-пирожочки. Будем смотреть на то, как Мотивей Траст будут бороться с командой Among Us. На первой карте не вышло пока вообще ничего, но будем надеяться, что на следующий пикнут у нас просто парни попроще и смогут нам размотать. Ну вот я хотела бы здесь визить крепкую какую-то встречу, надеялась хотя бы тут на ничью. Но не знаю теперь уже на что рассчитывать, потому что игра действительно прошлая была изичайшая для команды Among Us. Но сейчас будем переходить на пики и смотреть на них, и теперь посмотрим, что надрафтили наши парни. Пока драфт у них такой, не могу сказать, что какой-то суперкрутой получился. Они взяли себе Тинника на четверку, скорее всего, а аппарат на пятерку. Тинник — это ладно еще, вот аппарат, у него линия, как правило, очень слабая выходит, несмотря на то, что вроде как есть опция стоять на рейнже и прочее. Но все время выходит какая-то лажа в итоге из этого, то есть частенько аппараты много фидят, очень долго получает свой шестой левел, и там минут до пятнадцатой может этот шестой левел себе добивать. И потом по игре тоже частенько не получается за ней такую позицию, чтобы кинуть ультимейт и не умереть, хотя фактически это можно делать чуть ли не с базы при желании. Но будем смотреть на Амункас, которые взяли себе Виспа и Спектру. Виспа они как-то сразу после Тинника взяли, такое ощущение, что попытались отобрать, потому что все-таки связки там имеют место с этим Виспом быть. Но Висп со Спектрой даже просто это очень сильно, действительно сильно. Они синергируют круто, особенно если Виспа не получается подрезать, так Спектра, считай, бессмертная. Частенько я видела такие ситуации, вот именно когда связка именно Виспа со Спектрой, то, что Спектру пытаются фуксить, она и так жирная, так еще и под Виспом, но Виспа вообще изобильная. Где-то он там стоит, шарик, крепочек, вот, и думают, что это просто духи, как это, работники из Варкрафта, которые для эльфов базу строят. И типа они бесполезные, ну не бесполезные, не безобидные, можно не убивать. А вот этот безобидный шарик Спектре дает очень много выживаемости. По банам, что тут убрали? Лайфстиллера, он хорошо жрет Спектру. В принципе, можно то же самое сказать и про Гадюку. Ну, она просто Спектры отключает пассивки, и она становится юзлис, по сути. То есть здесь ситуация такая, то, что она убрала все неприятное для себя. И нужно брать просто какой-то крепкий лейт, чтобы против нее играть. Можно того же самого ПЛ рассмотреть. Можно морфа попытаться. Хотя с морфом что-то в последнее время в Азии вообще не клеится. Что-то, как я не смотрю, он вечно проигрывает вообще без шансов. Не думаю, что проблема в морфе, возможно, именно в самой сцене. Но сейчас реже и реже морфы появляются. Хотя раньше ими только так и спамили. И убирается легионка. Это, только хотел сказать, прямой намек на Бэтрайдера. Один из таких персонажей, который инста-снимает этот замечательный ультимативный спелл от него. Лассо можно снять еще абадоном, но тут его фактически некуда пихать. Можно на тройку, можно свапнуть тени на четверку поставить. Можно взять Омника. Но у нас Омников что-то в последнее время на пятерке любят, а вот это занята позиция. Но не знаю. В Омнике вообще такой сомнительный феномен пока что нынешние меты. И редко они хорошо входят. Но вообще есть опция забить на Бэтрайдера и его ультимейт. Без него проблем хватает. Но все равно приятно. Даже просто иметь на линии какое-то очищение. Потому что и стики Напалма поддушивает. И поджигает потом Бэтрайдера под ним на ура. В общем, всякое может произойти. Но вот этот Бэтс у нас появился. Он может здесь быть четверкой, тройкой или двойкой. Много для него опций. Но все-таки решили взять Абаддон у нас. Мотивейт Траст. Ну, не худший вариант. В принципе, он очень живучий на харде, условно говоря. Он может очень много бафов для команды оформить. Пассивочка у него довольно полезная. И помимо этого, конечно же, чистить Лассоба Трайдера. Чем ответит Амункас? В целом-то Абаддон на него заплюнуть можно. Надеюсь, это не Абаддон в стиле Ильчачи, который идет на кэри и собирает Радика, проигрывает. Так что остается нам только ожидать что-то такое мощное. Либо в даблу с Бэтрайдером, либо на харде. Хотя, возможно, Бэтрайдер с виспом будет стоять. Но пока у меня почему-то такое впечатление, что он на мид вообще пойдет. Вод спирит. Да, БД опять ввод спирит. Ну, значит, БТрайдер на тройку у нас пойдет. Сопортящего второго паренька нам надо найти. Сларки против спектри тоже постольку-поскольку работают. Частенько бывают некоторые факапы. И Сларка, если его задушить на линии, он очень надолго выпадает игрой. Очень надолго. И это очень печальное событие. Я вот видела частенько, как пытаются Сларка пикать против спектри на бумаге. Это хорошо должно работать. Да и его спирита подцепить иной раз можно. Но вот, к сожалению, оказывается ситуация, что слишком мало фарма, слишком он долго фармит. И спектра гораздо быстрее шмотки вывозит. И становится абсолютным лидером относительно Сларка, просто опережая его на один слот. Но пока у Амонкас просто пик крепче выглядит. Видно то, что Мотивейд Траст вынужден выкручиваться. То есть Абадон это пик такой, который заставляет выкручиваться Сларк. А Амонкас просто пикает то, что им по кайфу. Не знаю, насколько был уместен бан там Клакверка и прочее. Может, стоило действительно просто вот теперь это респект банам убрать. Еще там стадии на второе место, допустим, земели. Потому что земели-то они довольно редко залетают. Они, конечно, гадкие, неприятные. Но не сказать, что это прям фаталийс. А вот Войт Спирит, он может засолочку в любую игру завести в хороших руках. А в крепости руках Войт Спирита на Абаде, я думаю, сомневаться не стоит. Видела я вчера спектру с Веспома, там Амонгас, это 2-0. Вчера не было Амонгас на БТС, они позавчера играли. Но верю. С Веспом, в принципе, довольно многие команды успешно выигрывают. Вот он у нас так, в принципе, и ИСЛ ликвидами выиграл с этим Веспом. Фактически. Два раза, потому что они его сами пикнули. Третий раз, потому что против них его пикнули и сыграть не смогли. Навик, к сожалению. Шторм Спирита берут. Активный герой. Хороший пик, в принципе, на ласт. Довольно мало у нас штормов появляется на Азиатской лиге. Как-то они не особо в мете. Но герой всегда сильный. И в целом-то своей актуальности не потерял. Он хорошо стоит против милищников, поэтому Войт Спирита, по идее, должен поддушить. Хороший Шторм Спирит средненького Войда вообще в хлам уделывает на мите, как правило. Но здесь, я думаю, что должно быть равенство какое-то. Войт Спирит найдет себе, где крепчиков пофармить. Инвокер. Это Hard Lane Войт Спирит. Вот как раз-таки из-за Шторма, я думаю, они решили так сделать. Абид и Инвокер дали. Но Абид очень качественный Инвокер. Это тоже стоит принять. Плюс Спектра будет хорошо буститься Алакрити. Ну а Войт Спирит будет стоять на более комфортабельной для себя линии против Абадона и Тинника. Выкрутились, выкрутились Амонгаз. Мне их пик нравится даже побольше, я бы вам сказала. А что наш дружок Вулкан Бет на этот счет думает? Да, на Мотивейт Траст у нас опять приподнялся коэффициент. Я при матчах смотрела, там что-то было почти ровненько. Там на мотив 1.9 против 1.7. А сейчас 1.73 на Амонгаз и 2.03 на Мотивейт Траст Гейминг. То есть уже Вера подупала на момент этих пиков. Ну и что делать? Я не знаю, реально молиться на Сларка. Нужно свечку за него поставить, чтобы он нормально выформил все. Потому что если линия запорится, то это будет очень плохо. А линия против него будет очень душная. У нас Войт Спирит будет на Харлейне 4, кстати, если что. Куку будет на Патриаре 3 и еще Войт Спирит мы с ним вместе. Это лютая грязь, лютая грязь. Я боюсь, что Сларку там не поздоровится. Тем более, что Абадон в ближайшее время-то с ним не будет. А это сулит ничего хорошего для Сларка. Да, Масарос у нас уже пошел на Харду вместе с Тинником. Не знаю, насколько у них есть шансы кабинет развалить Спектре, но вообще-то 2 милищника против нее. Не сказать, что он супер много проблем ей доставит. Может, похарасить немного, но вряд ли более того. Так что тут я пока вижу, на мой взгляд, изи игру для Амонгасов. Но посмотрим. Может, здесь какой-то будет бесконечный фит внезапно. Или Спектра ничего не выформит. Или еще что-то случится. В общем, мест, где может случиться какая-нибудь загвоздка, довольно много. И частенько такое бывает у нас, особенно в рамках азиатского региона, американского, то что ты можешь хоть на 2 головы передрафтить своего оппонента, а потом сыграть как картошечка. Пока вардец поставил, Вижен себя обеспечил. Он приедает деревья, чтобы Вижена побольше было. Сейчас еще вот, я думаю, вот эти деревья подпилят. Хитрец. Немного палит вард, конечно, но, с другой стороны, сломанные деревья не всегда можно и заметить, успеть. Что еще этот съест? Нет, вот этот. Смотрите-ка, как он прям играет в игру, как будто бы, чтобы заполнить весь кружочек синим цветом. Там еще на миде какая-то стычка была, варды запалили, насколько я понимаю, потому что там кто-то агрессивно пинговал. И я так понимаю, что это просто спалился вард от команды Силтимы. Очень интересный вард от Силт Света. На миде изначально такой редко ставят. Но, в принципе, довольно мало инфы дает. То есть он не показывает руну, он показывает подходы только с одной стороны, и то условные. То есть здесь ты в последний момент запалишь, если с речкой на тебя кто-то идет. Только вот если отсюда на тебя попытаются пойти, тогда это будет палевно. Аппарат перекрыл Виспа. Знаешь, я бы с тобой согласилась, если бы я не видела миллиард каток, где Висп против аппарата тащил спокойно абсолютно. То есть дебафт от ульты не супердолгий. Вполне возможно за файта у Спектре, который там уже по 3000 хп бегает, пережить его. И вот действительно, это я тоже помню, когда в первый раз увидела, вот такая подумала, а, ну это изи контракт как раз-таки Виспу. Все, вот Висп здесь вообще ничего не сделает. Тем более тут у нас на квасах инвокер бегает, тоже регениться не будет. А фиг бы там плавал, в итоге оказалось. Но здесь вопрос именно в исполнении, а не в драфте. То есть ты всегда можешь взять какой-нибудь контрпик стопроцентный против кого-нибудь, а в итоге окажется это вообще не рабочим, просто потому что все остальное не сложилось. То есть толку от этого контрпика, если, допустим, у сларковых команды будет ноль демеджа. Увы, никакого. Так, Аббет у нас тут квас векс намечается, в целом дефолтный такой. Фирлес его пока неплохо подгонял, по крайней мере по демеджу что-то тут размял. И Аббет на первых классах не сказал, что сильно имеет шансы хорошо вырегениться, поэтому лучше стоять на ренже. А Фирлес будет и дальше ручку заряжать. Да, вард спалили силу света, и они это сделали. А они даже два варда на мид тыкнули, все понял. Тогда этот вард имеет смысл подходы чекать. Потому что на нижней руну уже отдельно вард поставлен. Так-с. Какая-то, ну, виспо, развлекается. С Тинником. Еще такое ощущение, что Марчу не очень весело, что он сейчас ХБ отдаст. Но Масорос придется для этого за ним под Тавр бежать. Бежит, Жош. И Марч живет, хорошо. Проедать тангутики бы надо продолжать. Проел, хорошо. И теперь можно и фраг забирать, Ингердрим. Нет, решил терять слишком много времени на нем. И Марчу тоже тут уже не стал бежать его искать. Ну, пока у Спектры, видим, фарм, ну, как-то идет. Чуть-чуть отстает уже от Сларка. Но это пока что не критично абсолютно. И посмотрим, как у Джеки, конечно, сложится. Сейчас его саппорт на отводах стоит. Вот как раз-таки ловят по КД. Все, вот эти спамы всевозможные. Но оригена достаточно еще у Сларка. Фейрик, пачка танга. Жить должен. А Ингердрим с Марчем как-то толкнули линию не суперудачно под линию, которую хотелось бы мотивировать Трастом иметь. И сейчас под Тавром Масорос будет спокойненько это все дело добивать. Хотя Ингердрим даже не думает отходить. Не боится у нас оба Тинника. Отводит на себя трех крипов немного подальше. Они забирать должны Ранджевичка. Быстренько. И все. И сейчас линия толкнется обратно. Отвод есть от Веспа. И этот отвод будет отвлекать на себя Харду. Они там будут заниматься уже крипами, которые в лесу находятся. Оу. А тут крипы загрелись на Ранджевика, который не ушел. Вот это сейчас руина небольшая получилась. Но и тем временем Ку-Ку все-таки забирает Бумбала. Вот и начинается Фитфест на линии, о котором я на драфтах говорила. Но это дефолтная история. Я уж не знаю почему. Но вот не получается аккуратно сыграть на аппарате. Вечно они со счетом где-то 0-3 с линии выходят. Вот это прям супер-дефолт. А, еще тем временем Кью Веспа забрал. Но это был уже второй фраг. Инвокер пока фейзики планирует. Да, нормально ему уже. У него уже квас на двоечку вкачан. То есть его теперь Фирлес не так уж и просто сможет прохарасить. Но по крипам разница очень большая. Это стоит отдать должное в хорошую игра с Шторм Спиритом. Еще и Ману выжгли. Еще и Ксэфер приходит. И сейчас можно попытаться размотать. Да, засался у нас в Ремнант этот товарищ. И у Фирлеса остается совсем немного ХП. Но Ксэфер оказался немного жидноват. Внезапно Тинни прибежал и все развалил. В итоге фраг не достался на Шторме, но ему придется бежать на базу, потому что у него супер мало ХП. И Джеки получается забрай Ку-Ку. Но это как раз таки потому, что в Соло остался он на линии, когда ушел от него. Ксэфер Гангать. И это привело к последствиям некоторым. Ну ладно, в любом случае Абет он сейчас должен на линии немножечко с этого выиграть. Потому что очень долго с базы и обратно добираться у нас будет Шторм Спирит. Но вот видим то, что в принципе сейчас добрался, еще Ку помазал. И сейчас будет обратно возвращаться к самому Душнилову. Но разница по гриппам все-таки сильная. Ну и сейчас будет забираться у нас Бун Тосы. Посмотрим, как это получится или не получится. Такое ощущение, что даже не пытался Вис пособа перекликать Абаддоном. Ну и Абаддон спокойно забирает эту рунку. Так что у нас получается по две за каждой командой свою рунку законтролить должен Шторм Спирит. И одержаться. Молодцом. Ну а Джеки сейчас опять пошел Ку-Ку. Разглядывать, фармить его крипов, которых он в лесу хотел побить. И возвращаться обратно на линию это тоже делать. Там, кстати, Висп как-то сильно просел. Видимо, опять по нему Тинни раскастовался. Ну и видим то, что по Нетворцу на первых местах находится у нас именно первая и вторая позиция команды Мотивейт Раст. Сильно остает Абаддон, но не знаю. Он в целом-то и ультой может быть полезен. Лосос Ларк умер. Но здесь лососо все-таки это вообще не Тру Контроль. Тут, как правило, Абаддон всегда сможет оказаться рядом, чтобы Афотик Шилд повесить. Ну и с Дарпактом вариант имеет место. Так, Абадд попался в этот раз уже окончательно. Забрали его. Теперь видим то, что ответочка получилась сочная от Фирлоса в ответ на то, что хотел сделать Абадд. И вот получается фраг, который позволяет заработать еще денег. Разница на 400 золота. Практически на тапок. Зачем я читаю чат? От скуки. Да и знаешь, когда ты игру смотришь, альтабиться постоянно статистику смотреть трудно на чате. А если вдруг что-то пошло не так, там, я не знаю, со звуком проблемы, с картинкой, еще что-то зависло, то на это легче узнать из чата. Так, Фирлоса заберут. Ну вот как раз ответ на агрессию пошел, и хорошо тут реализовали свой фраг ребята из команды Амонгас. Но тут все равно об этом нужно еще довольно долго фармить. Возможно, он даже в Емидасик себе предпочтет взять, потому что пик получился достаточно жадный, и времени пофармить у него не факт, что будет. Если есть какие-то интересные замечания по игре, то почему бы, в принципе, не почитать? Один когда сидишь. Двоем там можно хотя бы с Акастером поговорить, а так, знаешь, иногда в какую-то шизу впадаешь, то что разговариваешь сам с собой на протяжении 10 часов в день. Так, Нирдрим. Кажется, пеймафой сейчас. На Тос. Ну пока вроде обмансил, и контроль кончился у Тинника, так что уходит под свой Тауэр. Тангуса надо есть главное. И Фласку хорошо бы подвести, но возможно он надеется все-таки на Веспа, то что он поможет. Веспа тоже регены нет, но он так. Просто на оверчарджер своем. Ну и Кью должен погибнуть. Да, тут Ксефер вовремя очень оказался. Фраг Марчу достался. Но это, в принципе, хорошо, потому что нужно много денег для Веспа, чтобы себя максимально реализовывать. А Кукуш тут опять фиданул. Видим, в этот раз Фиррелсу отдался. В прошлый раз он все-таки другому кору предпочел это сделать. И Сларк будет с Медасом. Ну, очевидно, надо темп против Спектры набирать именно, чтобы выйти от нее, не отстать. И Спектра у нас будет, скорее всего, как обычно, с каким-нибудь... Вот, сказал каким-нибудь и подумал, ну да, это Блэдмейл. В принципе, вариантов не особо много. Сейчас, смотрю, все уже абсолютно Блэдмейл собирают. Никаких других сборок уже не надумывают. Бумбл погибает. Сэфер. Хорошо фраг сделал. И теперь надо бы уходить отсюда. Но это могло бы некоторые проблемы нападать, если бы у Фиррелса было бы больше маны. Потому что только Сэфера было все в КД и ноль монопула осталось. Сэфер. От Тинника Мансил, вероятно. Сейчас надо отогнать Джеки от линии. Но вообще, я на фрифарме абсолютно оставили Сларка. Это немножечко пугает, видим, то, что у него 700 золота. Все-таки он тут еще и с фрагом. Не просто с фрагом, а с первой кровью, насколько я помню. И Аббет. За ним снова последовали. Но слишком много орехов от тавара поймал Тинни. Его можно было бы даже как-то подловить и убить. Но у Инвокера Торнадо, скорее всего, в КД было. Да, в КД оно. 15 секунд еще. У Сларка половина рецепта есть. Довольно неплохой Медас будет по таймингам. Учитывая то, что у него уже ПТ и агрейжная стика есть. И еще и помимо этого орбуфеном купил. То есть он не на гипербыстрый Медас, а на стабильный. Стабильный хороший Медас. Намечает. Ну а тут пока спектра, не знаю, уж на линии ей далеко не просто стоять. В лесу она пока медленно фармит. Но на фейзиках, возможно, что-то получится вынести. Самое лучшее, что есть у Монкас, это активный Войт Спирит, который очень много перемещается. И он денежек неплохо так и с фарма поднимает. На героях вражеских, которые он сосистов привозит. Но видим то, что сейчас ситуация такая, что он только рейндропы себе может позволить. А там зацепили иньердрима, будут его пытаться убить. А он попытается сделать ТП-аут и не сделает его. Буквально секунды не хватило, даже меньше. Сейфер выиграл время для того, чтобы баунтируну забрать. Но по две с каждой стороны будет забрано. Еще и дабл дэмэдж, который Фирлос законтролит. Это шанс для Фирлоса пойти фраг куда-нибудь сделать. Например, снова спектру попробовать потрогать, пока она только-только вернется и будет очень обижена. Хотя вернется она не скоро, потому что у нее телепорт в кулдауне. Она же ТП-аут пыталась сделать. И, возможно, даже и не вернется, пойдет флес фармить тогда уж, раз такая история пошла. Ну и ТОП-3 по Нетворсам теперь коры команды. Мотивей Траст занимает Абадон. Благодаря такой выходке около спектри смог себе тоже поднять неплохо денег. Увидим, что он будет собирать. Здесь в целом-то, я думаю, Владмирс нужен, начать с него стоит. И, я думаю, не помешает Пайпа какая-нибудь. Может, барабанщики тоже возьмет, это мы еще увидим. Ее Дрим пришел вообще на нижнюю линию. Но сюда нужно больше себя подтянуть, на Т1-вышку как раз-таки, чтобы в ответочку забирать, потому что здесь уже Т1-вышка падает потихоньку. Но есть телепорт от Ксэфера, и решили наоборот, за дефа себя отогнать пока что. И Медас тем временем у Сларка появился. Все, хорошо, вкусно теперь жить будет. Ну, а спектре дали возможность хотя бы пачку крипов забрать, это уже хорошо. Ну, такая у нас сейчас будет очень скучная пассивная игра. Довольно долгое время. Разве что, если Штурмспирит не начнет шорох по всей карте навозить. Ну, вот я вижу то, что за спектрой он решил уже выехать. Дабл дэмэж у него уже нет, спектра нажимает хаунты, уходит. Хорошо. Хорошо задоджила. Ценой ульта, правда, но задоджила. Вряд ли у нее получилось бы драться сейчас в любом случае под хаунтом. Она, тем более, дизалейт тут у нас не качает. Она решила в фулл дисперсию играть. Не помню, если честно, как обычно раскачивают пассивки. Но, по-моему, и ту, и другую подбирают хотя бы на единичку. Так, скуку. У него игра, конечно, сильно сбавила обороты с тех пор, как его убили два раза. Но, с другой стороны, видимо, и он Этворс, и он не сильно-то отстоит. 200 золота всего лишь относительно Абаддона. Да и в целом-то он готов рваться в топы. Только один Сларк убербогатый. Это радует в том, что он будет сбыстрить саблей. Скорее всего, даже с быстрым... Не просто саблей, а сильверейджем. И вот как раз-таки на этом можно будет поработать очень круто. Сефер тут у нас оказался в неудачном положении. Его телегой придавило. Он оказался достаточно стойк, чтобы это выдержали. О, хорошо! Пох-чамп! Он тут ульту от аппарата задолжил, которая, кстати, могла бы его убить. Хотя, не факт. Там не так много дэмэджа на первом левеле. До 10% не добивает, как правило. Абаддон. Десятый левел. Пока планов толком не раскрывает, но вот барабанчики есть. Наверное, дальше все-таки будет у нас появляться Владмирс. Так, а тем временем Сларк уже вот-вот оформляет себе саблю. И будет резать саблей. Круто! Давненько я не видела хороших Сларков, потому что обычно они просто проигрывали с нулевой. И все. И дальше по игре ничего не могли. Вот бывают рыбы, там какие-нибудь акулы, еще что-то. А бывают анчоусы. Обычно мы смотрели на Сларков-анчоусов. Хотя фактически он жаба, а не рыба. Или даже Мурлок, если быть еще точнее. Абадд Прихол. Сейчас сделает по отношению к Джеке. Нет? Нет. Сейчас как-то здесь полно народу было, а цеплять никто не стал. Возможно, ждали бы Трайдера с Лассо, но... Не всегда получится зацепить вот так вот Фирлос. Абаддон был довольно далеко, поэтому, в принципе, можно было врываться с Лассо. И такое ощущение, что хочет Кукой это сделать. Но вот Абаддон пришел. Афотик Шилд будет. Он Буроу Тайм пока еще не качал, но скиллпоин держит. Так что на случай, если его сейчас будет убивать, он его вкачает. Вкачал, да, все. Работает у него Афотик. Мана восстанавливается еще тоже. Но ресурсы, кстати, для того, чтобы мана восстанавливать, уже закончились. И поэтому он сейчас погибнет просто после того, как Буроу Тайм закончится. И это фраг для Тавара, судя по тому, как он поделился. Ну и Юдрим начинает немножечко показывать хотя бы какие-то зубы, просто находясь под Алакрити. Но Алакрити это только с единичкой вкачанной экзорта. Так что только вся сила этого Алакрити будет впереди. Сларк тот герой, который может наказать Бектру. Да, хороший Сларк. Вот такой Сларк, если темп игры не изменится, он может наказать Спектру. И это действительно так. Но пока у Спектры есть, в принципе, два союзника. И не армия и флот, а инвокер и битрайдер, которые могут для нее игру сделать. У нее просто линия не задалась. А так-то в лесу она может довольно быстро тоже фармить. Не хуже, чем Сларк с Медасом. Но в лейте может побороться очень и очень качественно, по факту. Так, Штурн Спирит у нас тут, видим, БКБ решил сразу же после Орчада делать. Орчин сейчас он себе собрал. И чтобы поторопиться с ним, он решил его делать даже вперед Пауэр Трэдс, который только сейчас дофармливать будет. Ну и посмотрим, кого он будет пытаться забирать на этом. В принципе, и на Спектру можно будет нападать. Она хотя бы Хаунд не нажмет. Не факт, что, правда, за время Орчада ее успеет убить. В этом некоторые проблемы. Висп тоже будет вкусная булочка. Можно будет и с Бэтрайдером. И самое главное, свой Спирит там разобраться. Он вообще будет хлебушек, если на него повесить Орчат. Но для этого нужна активность. То есть, чтобы Штурн Спирит сейчас начинал давить, душить, изворачиваться, искать себе какие-то подфраги возможности. Зачем Спектре Фейз? Это же сейчас мега ситуативные ботинки. Возможно, она хотела на линии просто получше постоять. И армор ей нужен был дополнительный. Но, если честно, я тоже думаю, почему не ПТ. Как-то обычно ПТ все-таки берут. Но, с другой стороны, Фейз, они еще и пофармить тебе помогают немножечко в этом плане получше, когда у тебя именно Бладмейл есть, потому что ты быстрее между спотами передвигаешься. Я частенько замечала, что профессионалы, они даже не столько скорости атаки уделяют внимание, когда ты уходишь в лес фармить на ранних таймингах, а вот именно тому, сколько времени ты тратишь на перебежку между этими кимпами. Ну и поэтому антимаг считается самым таким крутым в этом плане героем, потому что он просто блинкается от спота к споту и все. Весело, ребят, будет Клейтон. Хотя вчера у нас была гипервеселая игра, где челы могли выиграть, но почему-то решили после появления Рошана еще 8 минут посидеть, дождаться, когда там у Фантомки появятся еще три слота сверху того, что у нее было, и проиграть ей. Вот это была очень веселая игра, в скобочках нет. Сларк у нас действительно сразу будет выходить в Сильвер Эйдж. Это радует, это будет активный Сларк. А Бадон действительно делает Владмерс. Когда у тебя кормилищник, это вообще грех не делать. Интересно, у меня другой вообще совет написан. Давайте советики почитаем. Способность Sunstrike наносит чистый урон, от которого никак не защищает сопротивление или невосприимчивость к магии. Вы можете натравить союзных репов с легкой линией на ближайшей лагере нейтральных существ. Зажав клавишу Alt на способность, вы сообщите союзникам о ее состоянии. Нажимая Alt, нажимая на свою голову. Существа, подброшенные способностью ТОС, получают тройной урон от Эваланч. Физический урон можно уменьшить с помощью предметов, которые увеличивают броню. Иногда здесь реально ценные советы, какие-то вот вещи, которые ты мог бы не знать. Например, про ТОС и Эваланч выпадают, а иногда какая-то очень очевидная фигня. У меня есть острое желание чихнуть, я не могу понять, получится у меня это или нет, но это проблема будущей меня. Ну, а если что, не пугайтесь. Так, ку-ку. У него дефолтный билд, тут тоже отметить нечего. Ну и Спектра тоже будет к статам, к статам, еще раз к статам приближаться. Вот тебе какой сладкий курьерчик. Так, врыв пошел на Абеда. Абеда выцепили, Абеда должны будут убивать. Есть ТОС, Эваланч, и он умирает. Ингер Дрим пока что попытается ливнуть спайта. На него не сможет, к сожалению, подействовать Висп. Он находится под утимейтом аппарата. Самого аппарата сейчас должны будут выкашивать. Аппарат еще живой, аппарат еще живой. Добейте аппарата кто-нибудь. Он уйдет, он уходит. Боже, и Ко сейчас умрет. Он попытался в соло за ним пойти и погиб. Это минус 3. И Ингер Дрим как бы здесь еще не попался. У кого там Мидас? У Инвокера Мидас в курьере погиб. Да что, что будешь делать-то, а? Действительно, сейчас вот игра очень плотная получается. Отмотивейт Траст и, слава богу, заявочка будет на 1-1. А не то, что я боялась мне сейчас прерыва ждать АФК. Абадон. Ну, а Куку вообще не боится. Куку ему ничего не делает. Там такое ощущение, что дальше агрессия пошла. Это Тиня решил шарик немножечко придавить. Но сейчас может и ответочка последовать. Куку вообще никак не может лососкоставать несчастной. Все пытается, пытается найти себе таргет, а от него все разбегаются. Да, Висп в этот раз не спас. Ну, а что ж, шарик у нас приближается. Зато к Сильверейджу будем смотреть, когда он его дофармит. Очень дорогой слот, но если он его вывезет как можно быстрее, то это будет крутая штучка. Еще выкручатся на Мидас. Сейчас нажмет. Красава. Так, что там у нас у Шторма? Хороший предмет выпал для него в Амбрейс. Хотелось бы, наверное, все-таки Сенс Ринг, но что-то я его не вижу, чтобы он выпал. Но в целом у нас только началась 17-ая минута, так что еще ничего не попадало. У Тинника уже даггер есть. А, вот тут он такой крутой, он уже с даггером оказывается. И аппарат в прошлой игре вообще, как он выжил, в прошлой хате точнее, уму непостижимо. И у нас тут будет какая-то попытка атаки, видимо, от команды Амонкаса или что? Вообще тут многовато людей на тройке, еще вардут многовато. Вот мне кажется, этот парень уже умер. Да, изначайший предикт. И дальше на Аббде можно еще немножечко бакануть. Это в целом под силу делает Шторм Спирит. То, что он спирит, вешает на него, орчит, катается, попытается его подцепить. Его команда сейчас немножечко в стороне, но нужно, чтобы Тинни ворвался. У Тинни скиллы в откате, судя по всему. Нет, он готов рываться. Ну давай, Эволенч, по двоим, по троим. Ну заряжай что-нибудь, Тинни, что ты там бегаешь? У тебя убивают мидера твоего. Ну осторожней, пожалуйста. Просто, да, есть Тос Эволенч, решил он Ку-Ку забирать. Тем временем Шторм все-таки на последней мане пытается уйти. Подхиливает его Масарос немножечко. И прокатывается по нему Сефар. Но Сефар здесь немножечко приговорен. Ку-Ку еще жив до сих пор. И Кью может сжечь до смерти. У Кью, что там по скиллам? Тост сделай напоследок. Нет, Ку-Ку все равно выживает. Но получилось, по крайней мере, уйти Шторм Спириту. Получается у нас размен одного Ку-Ку против двоих. Он вышел. Да, то есть хорошо файти так и поднялись. И какой же Эфирлос наглый. Он просто идет на своих стах ЭП и пытается размотать соперников. И у него же выходит 5000 преимущества. Хорошо, подзаработали. И вот уже осталось буквально 400 золота до Сильверейджа. И Сларк будет с крутым клинком. Гроу-Болл. Ну, разве что инвокера взять. Но я думаю, что он предпочел бы быть немножечко пожирнее просто. Сонстрайк. Вардов нет. И попытается все-таки хотя бы до Глимера дофармиться. Интересно, что он сам себе его собирает. Так, а тем временем Мабыда, видимо, не будет у него Глимера в ближайшее время. Он еще в таверне посидит, отдохнет. Нью-Йор-Дрим пришел убивать Эфирлоса. И у Эфирлоса маны не осталось, поэтому эта идея звучит реальная. И забирает с него отличный стрик Нью-Йор-Дрим. Хорошо, приподнимается по деньгам. И что у него тут появится теперь? Монта. В принципе, у него практически дофармилось. Немного золота осталось до последнего ультимейторба, который ему осталось купить. Но Сларк уже готовится выходить на тропы войны. У него уже есть тот самый слот. Сейчас он покажет этой спектре штучку. И спектра будет немного в шоке, скорее всего, прямо сейчас. То, что вот она так быстро появилась. Ох, хорошо сейчас. Давай, паунс. На, на, на. Давай и убивай ее. Блэдмейл. Ой, по улице она блэдмейл не потеряла. Вот это неприятно. Нужна подкрепа небольшая. Акью подкрепил. И Джеки выходит из ультимейта аппарата. Не попал он по нему. Дабл дэмэдж реализован. И Синверейш реализован. Круто. На самом-то деле нужно гораздо больше урона. Заметно это. Потому что не будь этого дабл дэмэджа, там вообще ноль шансов было бы убить. Все-таки слишком жирновато она оказалась. Нужно бы КБ собирать. Вот, да, статус резистанс и башера, наверное, после этого. Было бы прикольно, если бы он смог застилить Рошана с Санстрайком, но у него не получилось. А Бэтрайдер там чуть было не погиб, но откуда-то сделал тэп-аут, видимо, из-под Шторма. А, и где-то там у нас тут еще народ остался на топе. Бомб был. Ульту пускает. Так, а куда он своего гуся запустил? Вот почему издалека кидать ульту не всегда. Приятно. Джеки пошел фармить супер далеко. Тем временем Виспар забрали. И Куку-то тоже далеко не уйдет. Хотя Тос полетел не туда, куда хотелось бы Кью. И Ксэфер тоже попытается посейвить немного дорогу. Закидывает ремнант, это не помогает. Кью найдет Ксэфера, найдет. Найдет, но бегать за ним это себе дороже. Можно ТП ему сбить, конечно, но всосался в ремнант вместо этого Кью. Но там его было трудно задолжить. Нет, ребята, это не квалы. Это плей-офф в стадии у нас Beyond the Summit. А после Beyond the Summit будет начинаться эпиклик, где действительно будут играть и Na'Vi, и VP. Ныне основа, считай. И Сикреты, и все прочее, кого мы так любим. Кого мы так часто видим в последнее время. Так, ну что, ку-ку, 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 ку-ку. Нет. Интересно, а этот Сларк будет аганим собирать? Чтобы по-моему с в окно делать. Как-то помню, была эра аганимов где-то прошлой зимой. Даже скорее пораньше, поза прошлой зимой. Но это всегда был звук разбитого стекла. Пока тут у нас попытка выехать была от Спектры. У нее просто закончился блюдо, но теперь она вряд ли подерется. Хотя с Монтой можно еще напасть, но она решила покинуть драку. Просто продать виспам вместе с остальной кор частью команды. Решила ливнуть отсюда подальше. Марш давно ли в Амонкас играет? Но они, в принципе, не так давно собрались. Полгодик, что ли, назад. У них же еще Сэвэйдж был. Но вроде как его Вичи Гейминг сдернули. Если не ошибаюсь. Даже не Вичи Гейминг, а эти. For Elephants. For Angry Men. У них просто слон на заставке. Что-то мне вспомнилось. Так, ну что. Тут у нас... Спектра 15 будет скоро поднимать. Но хоть как-то у нее в гору более-менее дела идут. Но она все равно на слот практически отстает относительно Джеки. И Джеки пошел опять ее в соло душить. Правда, в этот раз вообще не получилось ничего. И есть Хаунд. Хотят подраться теперь уже под этой тревышкой своей. Бумбла будут точно забирать. Масароса тоже есть шанс убить. И пупей пауза наша любимая. Ставится. Окей, будем ждать. Так, ку-ку-ку-ку. Попытался всеми силами его добить здесь Бумбл. Но это оказалась неравная борьба. И дальше будет нападение на Кью. И чем оно закончится? Кажется, смертью Аббет погибает. Успев замедасировать крипан напоследок. И кажется, Янгер Дрима здесь тоже можно окружать и убивать. Мана маловато, правда, у Фирлеса. Нужна какая-то помощь от нашего Кэрри. И у Кэрри-то приходит. Сейчас он такой придет. И как цапнет, и как убьет. Решил Наксефера на фаст. Нападает на него. Но не получается его зацепить толком. Но при этом помогает Тинник. Там ресурсов не так много было на уход. Кью сгорит. Но это будет малая цена за всю эту грязь, которую сделали Among Us. Все-таки они двух саппортов поменяли на коры и саппорты. И сейчас, скорее всего, даже на двух коров, если Куку зацепят. Но не получается. Вот Шейки-то прыгнуть в Флеймбрейк. Рушит его планы. Хотя-то два вышку все равно забирать. В целом они достаточно много спейса здесь выиграли, чтобы таким заняться. Легкий тавр. Так, с Иббитрайдер тут что-то пытается аккуратненько фармить. Не супер это получается. Там до конца Айгиса еще есть время? Да, еще минута где-то. С Айгисом на Т3 заходить рановато сейчас, конечно. Но можно еще одну подушить какую-нибудь. Т2 вышку успеть. Хотя тут у нас так собрались Among Us, как будто они хотят нажать смоук. Но они хотели дождаться, чтобы кто-то пошел пофармить на Т3-шку. Ой, никто это не делает. Такс. Сейчас самое время мотивировать Трасс. Бегать просто по всей карте, искать себе любые таргеты. Вот Джеки уже пошел. Правда, он в Соленово пошел, это не очень хорошо. Но то, что нашел именно Инвокер, это хорошо. Инвокер ему сейчас вообще ничего не сделает. Он даже не выбежит из-под ультимейта от аппарата. Попытается в Инвис уйти. И, кстати, возможно, у него эта шалость удастся. Да, он ушел в лес. Лесу его подловить будет трудновато. И Джеки не в ту сторону побежал. Поэтому он его не найдет. У Абеда, правда, из грустных моментов нет УТП. Но зато есть у Джеки. И у него срабатывает его Аегис. Регенить ему нечего, но просто он пропадает. И действительно дальше у нас будет собираться Абисил Блейд. Все-таки решил не собирать себе БКБ. Он решил просто на Саши Яши пока что остановиться. Но он пока и не умирал. Так что, в принципе, прав. Когда начнут убивать его той магией, которая есть у команды Мотивейд Траст, тогда, прошу прощения, у Амон Гаса, тогда можно будет и собрать. Но пока Инвокер ему вообще не проблема. Там где-то у нас Вис попался, что ли. Да, Джеки на него напал. Наполовину ХП только снял. Тавр забрали Т2 на топе. Все из достижений пока что. Проблемный момент в том, что у Штармамана нету. Надо его как-то сейвить. Масарос. Кидай на него щит. Кидай на него щит. Нет, там хватило на чуть-чуть проехаться. Там еще и Сулер Крест на него повесили на всякий случай. Ингер Дрим должен будет погибнуть. Очень много ХП потерял. Просвечивать его, искать что-нибудь не получается. Но все, подсейвили как смогли. Глимер от Инвокера душит. Уже дважды спас Коров. 11 тысяч преимущества на 27-й минуте. Это супер много. Сейчас еще можно дождаться Рошана и просто на хайграунд пойти. Я думаю, что тогда можно спикеря просто не дать успеть что-либо нафармить нормальное. Очень нагло Джек играет, конечно, он постоянно. То один где-то гуляет, очень далеко заходит. И сердечко иногда за него ёкает, но видим то, что каждый раз он уходит сухим из воды. Китиха. Когда Медведи играют? С числа, по-моему, 12-го у нас начинается или 11-го Эпик Лига. И не знаю, первый ли день, но там уже будут играть и Медведи. Наш юный, но уже возмужавший состав Медведей. Так, ну что, Масарус, по всем вардам мира погулял? Везде тебя увидели, красавчика, такого? Жаль, что не этот сет, а-ля Элидан. С длинными волосами. Так бы действительно было, что оценить. А он вообще без шмоток. Такс, такс, такс. Нападение сейчас будет на инвокера Ли. Вообще сейчас на вардах должно быть все видно команде. Хотя нет, инвокера конкретно не видно. Далековато от центрия, он бегает от всего. А, не в смоках, прошу прощения. Они тут были вдвоем в смоках. Но остальных-то было видно, они точно были не в смоках. Попытаются напасть при горочке, но сюда не собираются вообще соваться пока что. Мотивейт Раст. Они ждут Рошана. Сейчас у нас будет определяться дополнительный таймер этого Рошана. Хотели подгадить и отобрать Иванпост, но внизу спокойного будут Амонкас забирать. Не сильно-то им это поможет, но, по крайней мере, не создат лишнюю каплю сноубола. Не-не-не, Сэвэйдж должен быть в Вича. Да, не, я просто... Там были просто какие-то проблемы с Сэвэйджем, то, что его нельзя было на буткем привезти. Его на кого-то меняли, потом обратно вернули. Мне казалось, что это с Папарацци было именно связано. То есть сначала Папарацци не было, был Сэвэдж, а потом вернули обратно Папарацци. Но я уже, если честно, не помню, что давненько это было. И я в итоге так ни одной игры ни Вича, ни 4.А.М не видела. С тех пор, как это все произошло. Так, только понаслышке. Ну и убиваться эта тревышка будет абсолютно спокойно. Можно даже не дожидаться Рошана. Его даже не чекают. У нас мотивейт траст курьером. Просто забили. In your dream. Тосается и убивается. Марш только присосался и уже сам умер. Что ж, хотел как лучше. Получилась такая медвежья услуга и даблкил, скорее всего. По байбекам, возможно, даже здесь что-то есть. Но поможет ли это, не факт. Да, шарик сейчас будет убиваться на лассо. Потащили кью, попытаются его убрать. Есть байбек от спектра, и они уберут эту четверку. Ух, как ее размотали. Ух, как жестко. И дальше спектра пошла разделываться с абадоном. Абадон почти на фулл выхилился. Сейчас можно ему помочь. Фирилс пока что там отбивался. И прыгивает уже на более приличном запасе маны. Врывается в ку-ку. Ку-ку минус. И дальше можно раздираться уже и самого In your dream. Правда, пока видим то, что у нас минус 2 саппорта со стороны команды Motivate Trust. И немножечко большие проблемы у Масароса. Но In your dream такой сладенький, такой лоу-хпшный. Нужно его добивать. Добейте его. Последняя тычка осталась. Джеки, давай, паунс в окно. Нет, все-таки у него паунс пока что в КД. И Фирилс сейчас может в одну... Да. В одну сторону залететь. К Сефтер. Не стоит сейчас шутить с Ларком. Он все равно довольно силен. И видим то, что он забирает одного. Может забрать второго. Нет, не забирает все-таки Ксефтер. Он успел уйти на диссимилейт. И In your dream на тоненького остался жить. Тоже круто, что получилось попасть. Но получается, как бы, хотели забрать сторону. А в итоге могут даже и Рошана потерять. Но вряд ли сейчас Among Us смогут это делать. Им надо раны зализывать. Им надо выхиливаться, отпушивать линии, прежде чем заходить. Да и надо будет прям все вместе наваливаться. Потому что тут Спектра разве что с Аллакритет Инвокера сможет действительно побить этого Рошана. Так, сейчас у нас снова Смоки нажимает. Вообще ни капли про духа. Решили дальше продолжать драться. Так, и что может предложить у нас Мотивей Траст без Сларка? Я думаю, что стоит предлагать подождать Сларка. Сейчас палец Контора. Попытаются Ксефера забрать. Но, кстати, получилось через льду аппарата. Главное сейчас самим не фидануть. Сларк уже скоро рестница. И Супербашер у него в пути. В пути варится потихоньку. Много еще довольно него надо. Но в целом Рошана можно забрать и дофармить его. Сларк не может паунс дать, чтобы зацепить влетающую Спектру. Так, прикол в Лейзе, да не в этом, а в том, что Спектра, она сильнее тем, чем больше у нее ХП статов, в принципе. Армора и ХП. Чем дольше ее бьют. Чем больше ее бьют, тем больше она своими пассивками дамажит. Чем больше она дамажит своими пассивками, тем круче, конечно же, Спектра. А Сларк берет, выгрызается в нее и выкачивает из нее статы. И чем дольше он бьет свою цель, тем больше это ему нравится, потому что он разгоняется и там, убив Спектру, имеет 20 таков и радуется жизни. Вот в этом большой плюс того, что против Спектра играет именно Сларк. Но это нужно, чтобы Сларк мог жить все эти 20 тычек, которые он наносит по Спектре. И это единственная проблема. То есть то, что билдит себе Сларк вообще по предметам, это все должно быть вот именно, чтобы Спектра и пробивалась, и чтобы он сам не умер. Так, что там? Спектр Искади появился. Но она, кстати, уже довольно приличная. Давайте сейчас вернемся на общую ценность и будем смотреть на денежки. Но отстает она на 5000 золота. Серьезный разрыв. И так и не пошли на Рошана Монкаса, поэтому он сейчас легчайше будет доставаться сырым и Аегисом команде. Мотивейт Раст. Да, тут даже попытаются задефать, видимо. Но они не успеют. Парни, быстрее. Так, ворвался. Украсть Аегис. Хорошо, крадет. Ку-ку Аегис. Красавчик. Ингер Дрим пока что тоже живой. Спасибо, что живой сейчас будет избивать, скорее всего, Тинника, который здесь остался. Все остальные ливнули отсюда подальше. И будет умирать. Сыр там кто прихватил? Ку-ку тоже? Кажется, Силы Света. Либо его уже сожрали, я не заметила. Либо... Я либо слепая, либо слепая. Да, сыр там кто-то съел. Не видела, кто его подобрал, но кто-то его съел. А, нет, не съел, прошу прощения. Вот он, у Джеки лежит. Все. Оказалось, что я слепая. Ну, хотя бы сыр. Денежка с Рошана. Но самое главное, Гида Бессмертия теперь у Ку-ку была. Но он ее слил там же, где и взял. Но они подгадали противнику, это самое главное. Очень на тоненького были, могли не успеть. Ку-ку, герой. Сэваджи кикнули уже давно. Да не кикали его, он там даже, по-моему, сыграть ни одной официалки не успел. Просто доехать до буткемпа у него не было возможности. Он же не китаец, а там в Китай просто не въехать. Так, матч. Вмер. Ну, не знаю сейчас, насколько будут верны своим убеждениям с точки зрения выхода на хайграунд. Я думаю, что теперь уже точно можно не торопиться и дождаться Абиссел Блейда. Но он у Сларка будет достаточно скоро. Сейчас он эту пачку зафармит и будет уже привозить себе по тайную лавку. Ближайший Курьер поехал со всеми его шмотками. И там, скорее всего, просто колечко Регена лежит. Все, вот Сларка и с Абисселом. Дальше надо бы Скадос какой-то делать, наверное, укрепляться. Либо Сатаник. Скорее, Сатаник, учитывая, что он на статус резистанс начал. Лассо подъехало. Рядом никакого сейва нету. Это может быть проблема. И действительно, Фирлос погибает. Дальше Кью решил фидануть сленов за ним. Сларк успеет ли добежать вообще до этого файта. Добежал. Действительно, начинает избивать Куку. Но тот прижимает БКБ. Теперь становится не такой уязвимой целью. Тоже там на БКБшке успел тысячу лет покататься, пока она не закончилась. Но пока размен получился, ясное дело, в пользу команды Амонкас. Они за Ксефера, который так, в принципе, ничего не имеет. Забрали вторую позицию, достаточно богатую. Второе место по Нетверсу. Богаче их спектрикста. Какой сейвач там Сайлер был? Вот кто-то в 4.i.м. был, а кто-то в ВИЧ. Вот я не помню, кто где, если честно. Или на Сайлера как раз Сэвэйджа заменили. Я вот, если честно, не помню. Но все это я говорила только лишь к тому, что Амонкас раньше был с Сэвэйджем в состав. Там вот реально тогда вообще супер крепко было. Сэвэйдж, Марч, Ку-Ку, Аббет, в конце концов. Так, и что там, есть планы с Ларком? Пока не показывает. Ну, я думаю, что, наверное, все же Сатаник должен быть, раз уж так он пошел. Или БКБшка, просто она здесь вообще лишней не будет. Но пока ему просто хватает ресурсов команды, чтобы жить. И на БКБ... Ну, что-то такое. Контроль, который по нему могут выдать самую ультимативную, это разве что Лассо. Ну и бог с ним с этим Лассо. Снять можно. Магическая лампа получается тут у нас из четвертого разряда. Прикольный предмет. Я думаю, что какому-нибудь Абадону могут дать. Или скорее кому-то из саппортов. Попытка зайти на хайграунд номер два. Бараки целы. Сэфера подцепили тютка, но Эволон Чон не боится. А вот веточку цепляет синий. Сейчас будет ставить Ремнанта. Ох, что-то далековато поставил. Побаиваются. Вот заметно, что они не хотят без Рошана заходить. Но у нас Линекс Рошана придется сидеть и сидеть еще. Шако. Вот это хороший предмет для аппарата был бы. Он со своим ножиком принца вряд ли до кого-то дотянется тычку сделать. А вот Шако. Это может дать ему выживаемость. Так, In Your Dream выкинули. Начинает фокусить Ли. Но Джеки как-то решил больше отойти от Бладмейла подальше. Видимо, решили просто Тинни продать и все. Тинни пока не продано. Масарос еще живет. Подставляет лицо, чтобы на него ультимейт загрелся. И дальше In Your Dream. Немножечко хп потерял, но вообще не критично. Масарос вывозит. У него уже нету броутайма. Поэтому он здесь в очень большой проблеме. Там Фирлус уже с агонимом разваливает. И Ку-Ку может погибнуть. Действительно, у него нету байбека. И дальше можно продолжать драку. Джеки. Джеки. Возвращается у нас через байбек сюда Тинни. Попытается помочь команде подраться. Погибает аппарат, но это пока что не критично. Джеки. Сефер может умереть, если его подцепит кто-нибудь. Но никакая добрая душа не захотела это сделать. Зато инвокеры подцепили. Есть по нему башек. Супер башер уже у нас в кулдауне. Но башер цепится только так. Джеки. Дизарм на него повесили. Но как-то здесь вот боязно очень к этой драке относились. Сларк мог бы там стоять и бить, и бить, и бить. У него под 3000 хп, миллиард армора. А он что-то все бегал вокруг да около. И все. Боялся все, что лицо ему и забьют. Ну это минус сторона получается. Марч. Марчи забирают. Хорошо, байбека нету. Минус два героя без байбека. Уже ситуация 3 в 5 получается. Гидрин попытается здесь подраться. Но мало шансов на хороший исход. Хотя такое ощущение, что мотивейтера сами боятся соваться. Лишний раз Сейфер прыгает, выпрыгивает. Чего же они так боятся? Их больше, они сильнее. У них перефарм все 11 тысячи. Они боятся барак добить. Так. Сейфер. Теперь точно убит. Но у него байбек есть. Скоро у нас ресница еще и ку-ку. И поможет команде. У Сларка не осталось маны. Его надо потихонечку спасать. Он просто не может отсюда уйти. Сларк упрыгивает. Все-таки получилось. Искрести ману на последок. Но это даже была не мана. Это Тос его выкинул. И Масарос погибнет. Барак так и не добили. Сейчас регенится будет. Масарос много времени тянет, конечно. Это прикольно. Но не более того. Все равно в целом время сейчас потянуть надо бы какой-то команде. Мотивейт Раст, чтобы дождаться Рошана и забрать третьего Рошана. Тем более, что там уже либо Аганим, либо Рефрешер будет. Но лучше, конечно, Аганим. Тут Рефрешер толком-то никому не заходит. Если так посмотреть. Разве что Сларку самому себе ульту обновить. Не более того. Да, Штурм с Аганимчиком у нас. И Блафтоун с 17-ю зарядами. В минус не ушел, как минимум. И будет делать Линкен Сферу. Гемчик выбили где-то там. И Сатаник появляется у Спектры. Жирная сейчас будет. Сколько мне там? 3.300 ставлю, хп будет. 3.400. 3.300, да. И 25-й левел, помимо этого, еще можно апнуть. То есть, в принципе, Спектра готова драться в файте в ближайшем. Вообще, я не знаю. Ей тоже бы не помешало БКБшечку собрать. Потому что даже один синий по ней кучу урона наносит. Но почему-то они все так не любят этот слот. Ни Сларк, ни Нордрим. Ну, Сларк-то понятно. Он хотя бы в файтах там что-то выживал. Не считая последнего. Но сейчас, мне кажется, тоже есть повод задуматься о БКБ. Да, он его купил. Красавчик! У Спектреба еще так же сделать. Ну, я думаю, что файт из Рошана будет ключевым. Тот, кто заберет Рошана, может и игру выиграть по факту. А Монкас уж точно себе смогут обеспечить полный камбэк. Так, Форш решил пофидить Рошана. Но вот и есть инфа, что Рошан появился. Дополнительный таймер получился не самый большой. И рефрешер шарт в нем лежит. Мотивейт Растом. Сейчас настало время выходить на трапы войны. О, со спинки Беттрайдера должны были запалить. Спалил контору, действительно. И на центре поймал аппарата. Убили его с нулевой. Теперь может на полную Марч выхиливать. Марча надо фокусить, убивать. Фокусит его, как может. Пытается Шторм Спирид. Шторм Спирид очень много урона по всем наносит. Очень сильно кончается Ку-Ку. И Ку-Ку, кажется, будет возвращаться теперь уже с байбэка. Марча забирают. У Марча тоже байбэк есть. И тоже надо бы его нажимать. Аббед начинает фокусить. В половинах и по минус. Джеки цеплять к Сейферам может. Но пока полетел у нас этот катаклизм, который нанес довольно много урона по Масаросу. И Масарос наконец-то начинает действовать через Бороу Тайм. Бороу Тайм у него работает. Урона никто не вносит. Можно было для приличия подставиться в Римнат. Он, кстати, сделал это напоследок. Но уже слишком поздно это сделано. Излете ультимейта. И погибать может и Ку, но его решил подсейвить. Шторм, который врывается на передовые. Аббед будет убирать... Да, тоже байбэк есть, конечно. Но третий байбэк сжать. Это жирно. Нет, нажали. Смотри-ка, 21 тысяча преимущества. Из плюсов сейчас они в пятером на Рошана заходят. А у Мотивейт Расс нету двух персонажей. Один из них это Кор. И откириваться надо Шторму срочно. Вичи забрали своих же из Шнатиков. Напрямую. Интересная информация. Так, ну что? Камыч Израиль? У байбэков нет. Это проблема, конечно. Мне сейчас опять нападать решил Штормила, который отрегенился. У него тоже БКБ. Девятисекундный уже в последнем файте юзал его. In Your Dream врывается с двух ног со своим Айегисом. Ну-ка, показывай Айегис, давай. И Кью на нем оказался внезапно. Айон Диск, это не сильно останавливает, но немного продлил эти мучения, которые получил Тинни. Там еще и лампа сработала. Но все-таки погибает у нас. Правда, в размен на Ку-Ку Кью. Но если получится еще и Джеки прихватить на Супербашер... А, нет, еще Супербашер. Он только фармится. Жаль, жаль, жаль. Ну, тогда он упрыгает. Тут такого стана прям нет, чтобы его прихватить. И побежал, 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 побежал. Марч у нас тут может и погибнуть от Джеки. Вот так вот между делом. И погибнет же. И дальше Ингер Дрим, кажется, перебаковал. Мантлу нажимает. Избежать урона пытается. Ловит там Хекс, который с ножика Принца был. Но за этот Хекс умирает. Товарищ аппарат. Ингер Дрим тоже может до сих пор погибнуть. На нем Алакрити висит. Ну и действительно спасти его не получилось. Но это лишь первая жизнь. Дальше он восстанет из мертвых и снова начнет разваливать кабинеты. Если начнет, конечно. Потому что пока что у Абеда видим контрольный Шторм Спирит. Есть возможность Алакрити повесить, когда откатится оно. Потому что он вешал его прямо до смерти. Ингер Дрим рассыпается довольно неплохо. Вот как раз-таки Джеки кучу слотов отъел. Но погибает Джеки. Это минус 4. Камбэк получается. Сейчас, я думаю, 1010 отыграют, пока там все мертвые в таверне. Вот единственная проблема Амонгасов, то что они безумно много байбэков потеряли в прошлый раз. Но сейчас они реализовали Айгис достойно. Тут миссио было такое. Но видим то, что Сларк там... Имей он возможность подраться все-таки полностью со своей командой. Он бы его развалил. Потому что будь там под сейф от Абаддона, хотя бы там пару щитков, Спектра бы не выдержала. Из нее хорошо качали статы, но она заканчивала все это для себя практически верной смертью. Но с ней команда была, и Коры были. И вот у нее Элизио Нескейп появляется. Идеальный для нее предмет со всех сторон. И Левелер, который можно это в целом кому-нибудь оставить. Потому что потом, чтобы нести хайграунд, если вдруг до хайграунда дело дойдет, это понадобится. Ну и Спектра, я думаю, что сейчас должна будет уже закупать себе Абисел Блейд. А Сларк думает о Скаде. Да, жирок надо наращивать. А Шторм решил собирать Блатторн. Давненько не было видно вообще в доте этого предмета. Раньше прям спамили, особенно на свенах всяких. Сейчас на свенах даже доедалку не увидишь, не то что Блатторн. Ну и вот видим то, что по фарму сейчас незначительно совершенно Спектра отстает. На байбэк хотелось бы оставлять. Но вроде бы 3000 хватает, да. Но нужно аккуратнее сыграть, потому что там какой-нибудь таймер прокнет. Или Левел поднимет, и все, и опять. И опять и снова. А тут пока у нас Т1, можно нести. Т1. И Т2 даже, я думаю, сверху. Почему бы и нет. Надругались над форжом, который на миде гулял. И Нью Дрим показывает у себя то, что он на топе находится. Хаунд у него есть, поэтому с командой бегать ему не обязательно. Так. Кью. Нападение было. Джеки прыгает на ку-ку. Супербашеру на него повесил. Марч очень быстро разваливается. Марч сейчас дофокусит просто Бумбл с ультимейта. И Аббет. Аббет может пострадать. Он пытается отойти. У него не очень хорошо это выходит. По крайней мере, действует БКБшка, поэтому убить его можно только ручками. Очень много времени на него теряет. Пирлос и мана. Вся закончилась попытка убить. И Инвокер-то умирает, кстати. Бумбл его, видимо, ультой добил. И Джеки попался. Джеки пока что в ульте. Пытается кого-нибудь доесть. Но Сэйфер оказывается с Ионом. Ку-ку можно забрать. Это минус 3 с нулевым разменом. Ну вот, наконец-то опять. В пятером собрались. И чистая драка получается от Motivate Trust. Там еще видели Спектру. Но Спектра в итоге успела улететь. А вот к Сэйферу, может, так и не повезло. Не, блин, через 6 секунд они не догонят. Тут уже и DC-милейт есть. Но решили до конца гейминг делать, да? Айвлайнш Тосс. Он-то выжил. А вот тебе нехорошо, что заметил Спектру, потому что мог бы и не выжить после этого. Ну, теперь точно можно идти на хайграунд пытаться. В целом-то у противника ресурсов с Рошана не осталось. Все проели. Сыр в том числе. Фешера, я думаю, там Спектраги занула. Так, ну и забирать две стороны можно. Внизу тоже долго еще не будет. А инвокером 60 секунд. И Ньюрдрима, видимо, не будет до конца игры. Хотя его пока что сейвят. Причем релакейтом сейвят. А к Сэйферу здесь уже никто не подсейвит. У него байбека нет. 600 рублей зажал где-то. Ну все. Я БГГ на самом деле писала. Они не задефают втроем точно. Втроем при условии, что они дождутся хотя бы Бэтрайдера. А теперь вдвоем, потому что Виспа не дождутся никогда. Погибает Висп. И Ньюрдрим тоже будет отправляться, я думаю. Писать две заветные буквы. И у нас будет третья карта. Ну круто. Наконец-то я увидела борьбу. Потому что я все время смотрела 2-0, 2-0. Сидела потом час паузы, смотрела. Но теперь мы наконец посмотрим на настоящую азиатскую доту. На решающую карту. На следующую решающую карту. Ну чел, напишите ГГ. Чего вы маринуете-то? Ладно. Трон снесу быстрее, чем они ГГ напишут. Но факт остается фактом. Мотивейт Траст выиграли. Очень круто зафармил в начале с Ларкой. Это все ему помогло внести существенную элепту в победу. И очень хорошо все-таки поддушили Спектру в начале. То есть Абадон плюс четверка Войт. Это было действительно грязно. И они смогли справиться с этой даблой. Так вот взять над ней верх. И все. Висп не смог. Действительно в этот раз и аппарат качественно отыграл. Виспа очень часто закрывал. И частенько врывался Шторм Спирит именно Виспом. Виспа его вырезал первым. И слоты, которые нафармила сейчас Спектра. Они просто не помогли победить. Что ж, хорошая получилась у нас игра. Но у нас будет пауза 10-15 минут. Все, как обычно, до Next Card. Это будет решающее в рамках этой Best of 3 серии. Далеко не уходите. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.